Доброе утро всем, кто проснулся после вчерашнего концерта. Даже заходил, наверное, еще на предыдущие сессии, успел позавтракать. Я смотрю, вот еще люди подходят. Давайте дадим буквально 15 секунд и начнем. Позвольте сначала представиться. Меня зовут Владимир Гусаров. Я работаю в компании Dell, в ее подразделении разработки software. И также я являюсь в Visual Studio ALM MVP, Most Value Professional. И с 2011 года состою в команде ALM Rangers. Сегодня мы поговорим о том, как можно настраивать Team Foundation Server под свои нужды. Я думаю, вы знаете, что это достаточно мощная платформа, но я бы сегодня хотел обратить ваше внимание на несколько интересных моментов. Я думаю, что, может быть, о некоторых вы даже и не слышали. В первую очередь мы поговорим о том, как изменить процесс разработки. Можно под ваши нужды. Мы посмотрим, как можно сделать какую-то кастомизацию в веб-интерфейсе Team Foundation Server. И как можно обрабатывать серверные события. Скажите, кто из вас не знает, что такое Team Foundation Server? Нет. А кто не пользуется в своей повседневной жизни Team Foundation Server? Хорошо. А все остальные пользуются, я правильно понимаю? Замечает. У нас есть только один человек, но у него будет хорошая возможность начать им пользоваться. Кто из вас пользовался Team Foundation Server 2008, 2010, 2012, Team Foundation Services? В основном все уже сидят на 2012, ну да хорошо. Итак, начнем с изменения шаблона процесса. Представьте себе, что у вас есть такой замечательный перочинный ножик, и там есть и пилочки, и ножик, и штопор, и все, что такое. Значит, вот представьте, наверное, это вот, что может ТФС делать, да? А вам всего лишь нужно открыть бутылку. Значит, вот из этого всего многообразия вам, возможно, сейчас понадобится только там какая-нибудь открывалочка, вот, а завтра вы можете еще что-то захотеть с этим ножом сделать. Но понятно, что вы будете использовать только какую-то часть функциональности этого замечательного инструмента. То же самое, если мы перенесем на Team Foundation Server, то есть множество процессов, которые out of the box поддерживает Team Foundation Server. Scrum, CMMI, Kanban уже 2012, можно сказать, что поддерживает. Любые процессы, вы можете там свой сделать. Ну, в результате вы хотите получить адекватную, одинаковую картинку и инструмент, которым могли пользоваться все, в общем-то, независимо от процесса. Что это включает? В первую очередь, это включает управление вашей итерацией, о том, как вы ее планируете. Дальше вы, используя эти же средства, agile, управление проекторами, смотрите, как течет ваша итерация, успеваете ли вы, не успеваете, у вас есть task board, и так далее, и тому подобное. Чтобы это вот, независимо от процесса, как-то объяснить Team Foundation Server, что вы вообще хотите, что у вас за процесс, да, в Team Foundation Server существует конфигурация, которая позволяет вам рассказать, что в данном конкретном случае, какие рабочие элементы входят в бэклог, что такое in-прогресс, что такое, сколько осталось еще сделать вам в работе, да. То есть вы это все можете в конфигурации задать, и тем самым любой ваш процесс сделать так, чтобы он, значит, работал с этим единообразным юзер-интерфейсом. Для этого, естественно, в Team Foundation Server можно настраивать процессы. Существует два вида настроек. Первое – это категория общих настроек, которые касаются каких-то специальных полей, типа, как я вам уже упоминал, сколько remaining work, сколько осталось работать, какие состояния бывают в ваших work items, какие дни являются выходными, потому что Agile Tools позволяет вам планировать итерации, соответственно, вы должны указать, сколько дней в неделю вообще фактически у вас люди могут работать, чтобы правильно подсчитать их нагрузку, и успеваете вы или не успеваете. И так называемые Agile настройки проекта, которые показывают, что входит в бэклог продукта, какие там существуют колоночки, что входит в бэклог итерации, тоже там какие существуют колоночки. Также существует понятие категории, оно, в принципе, существовало и раньше, в предыдущих версиях Team Foundation Server, но сейчас это наиболее стало актуально. Что такое категория? Team Foundation Server мыслят категориями. Есть понятие requirement категории, и это означает, что вы можете для своего процесса объяснить, что вот в вашем понимании то, над чем вы работаете, является таким-то типом work height. Мы сейчас увидим, как это делается. Ну и дальше существуют настройки команды, которые, во-первых, описывают, кто в эту команду ходит, безусловно, над какой частью вашего проекта команда трудится, в терминах area path и iteration path, там может быть несколько различных арий входить в вашу команду. Ну, как бы вы хотите наложить некоторые фильтры на ваш проект, чтобы команда работала только с частью этого проекта. Хочу отметить, что, в принципе, вот первые три раздела, они настраиваются только используя специальный command line tool, который вам поможет проэкспортировать эти данные в XML, и вы можете их поправить и импортить обратно. А вот эти настройки, они делаются прямо через веб-интерфейс, и, соответственно, вы можете это сделать прямо на ходу. В процессе эволюции Team Foundation Server, как он двигался от релизной версии к апдейту 1.2, вот сейчас в апдейте 2 появилась самая мощная настройка, то есть там появилась канбан-доска для бэклога, ее можно настраивать прямо в юзер-интерфейсе, и мы посмотрим, как это делается. Так же, как в общих настройках проекта мы использовали выходные дни, безусловно, важной частью настройки является дата начала и окончания итерации. То есть для каждой итерации вы можете объяснить, когда она начинается, когда она заканчивается. И давайте посмотрим вообще, как это происходит. Вот сейчас переключусь на виртуальную машину. Так, всем хорошо видно, да? Значит, вот у меня открыт веб-интерфейс, стандартный, значит, какого-то сайта. Видите, у нас есть проект, он использует скрам-шаблон. Мы можем посмотреть, что у нас сегодня, из чего состоит бэклог, у нас есть какая-то текущая итерация, в ней, значит, есть какое-то наполнение. Мы можем посмотреть на доску. Я думаю, что вы все, если используете 2012 это Infundation Server, в общем-то, знакомы с этим юзер-интерфейсом, и вы понимаете, что он означает. Если посмотреть немножко, как бы, на изнутри, на то, как устроен процесс. Мы можем, используя команду видадмин, который как раз управляет этими шаблонами, экспортировать, экспортировать настройки общие для проекта, то есть это XML-файл, и давайте его… Так, 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 сейчас у меня с размером, да? Давайте я закрою, вяжу в студии, открою его заново. Вот что я хотел сделать. Отлично. Значит, откроем наш файлик, который мы только что экспортировали. Вот, значит, общие настройки. Это, в общем-то, XML-файл, в котором показаны, какие вообще бывают категории, что входит, какие work-item, какие состояния здесь описаны, какие бывают состояния у рекламентов, ну, под рекламентом понимается то, над чем вы работаете, если вы работаете в скраме, значит, это product-backlog-item. Какие задачи, у каких задач бывают состояния, какие поля, значит, нужно показывать, вот, например, как отображать колонку, сколько осталось времени для работы, да, вот, ну, давайте ради интереса поменяем, вот, если вы посмотрите на веб-интерфейс, да, если мы посмотрим на доску задач, вы увидите, что здесь отображается время в часах, да, то есть по умолчанию в скрам-шаблоне вы предполагаете, что вам осталось, вот, здесь, извините, нету поля remaining work, да, вот, то есть для этой задачи осталось сделать пять часов, да, работы, и, соответственно, это показывает в часах, ну, это достаточно общая употребимая практика, да, ну, давайте, например, мы поменяем часы на какие-то там поинты, попугаи, многие работают в таком виде. Мы сохраняем эту конфигурацию и обратно тем же самым инструментом импортируем эту конфигурацию в TeamFoundation Server. Для этого нужно указать коллекцию, проект и, собственно говоря, все, потому что это сохраняется на проект. Давайте посмотрим, что получилось. Мы переключаемся обратно на TaskBoard и делаем refresh. Видите, да, что у нас отображение поменялось из часов в поинты, да, ну, точно так же легко можем поменять это обратно, ну, то есть и так далее, и тому подобное. Я не буду сейчас демонстрировать какие-то там более сложные изменения конфигурации на лету, это, я думаю, совершенно неинтересно, вы можете потом сами попробовать. Давайте еще раз обратно вернем это. Вот. Все, обратно вернулись наши часы. Какие еще изменения, то есть, в принципе, вот что описывается в конфигурации, да, вот эти вот колоночки в TaskBoard to do in progress done, да, мы только что наблюдали, что вот они здесь вот описаны. Какие колоночки есть to do in progress done. В апдейте 2 Team Foundation Server появилась замечательная функциональность. Если вы обратили внимание, если вы не обратили, я вам скажу, что если вы встанете на бэклог, то у вас тоже появилась доска. То есть, по сути, это комбан-доска, которая позволяет вам видеть всю вашу работу на уровне бэклога. То есть, как у вас перемещаются рабочие элементы на уровне бэклога, не вдаваясь в детализацию задач. Для чего это сделано, кому это может быть удобно. Подтормаживает моя виртуальная машина. Но, тем не менее, мы заставим ее это сделать. У вас может быть процесс, который, например, вы работаете не по скраму. Замечательно. Вы работаете по канбану. Что это означает? Что вы устанавливаете у себя какое-то количество состояний, которые должны проходить все ваши, допустим, юзер-стори или продакт-бэклога, или, не знаю, та часть работы, которую вы выполняете. Вы ограничиваете в каждом из этих состояний количество элементов. То есть, у вас может даже итерация не быть. Просто говорите, что у нас команда может сделать 5 фич одновременно. И чем меньше вы оставляете фич для команды, тем эффективнее вы работаете. Да, что-то действительно совсем она тормозит. Ладно, хорошо, давайте мы потом еще попробуем сюда вернуться. Или давайте я открою просто браузер. В отличие от предыдущих версий Team Foundation сервера, вы можете изменять эту информацию прямо на ходу. То есть, у вас появилась настройка. Надеюсь, что с второй попытки у виртуальной машины получится. Здесь существует прямо настройка, которая позволяет вам визуально отредактировать, какие у вас существуют колонки, какие состояния ваших work-item соответствуют вот этим колонкам. У вас причем может быть две колонки, которые соответствуют одному и тому же состоянию. Например, у вас появляется какой-то product backlog item, который вам положили в backlog. Но прежде чем вы еще хотите его начать с ним работать, вы должны провести какой-то анализ начальный. И анализ – это вот часть активности, которая происходит независимо ни от чего. И вы хотите контролировать ее как отдельный шаг вашего процесса. Значит, соответственно, вы делаете отдельную колоночку анализ. Когда анализ закончен, оно готово для исполнения, оно может перемещаться дальше на доске. Но, к сожалению, я думаю, что она так и не сработает сегодня. Давайте пойдем дальше, не будем останавливаться. Просто загляните у себя в Team Foundation сервере на эту штучку, или я потом в конце, если останется время, попробую что-нибудь перегрузить в машину и показать вам, как это выглядит. В принципе, вы понимаете, если бы у меня был другой шаблон, то все бы выглядело бы точно так же и точно так же красиво бы отображалось. Давайте доведем это до абсурда. Вот у меня есть другой совершенно проект, в котором нет никакого скрама, нет никакого вообще agile, и вообще о чем это? Вы знаете такую игру «Драконы и подземелья» в переводе, на русский это звучит, да? То есть есть такая графа, которая у вас есть, значит, какие-то подземелья, вы их должны искать, у вас есть какие-то активности, квесты, и по дороге вам попадаются драконы. Вот ради интереса я попробовал вам представить это внутри ТФС. Значит, смотрите, что у вас в баклоге. У вас в баклоге находятся вот эти вот подземелья, которые, у них тоже есть разные состояния, они могут быть в состоянии только что вы их нашли, и с ними что-то вам нужно сделать. Если у вас начинается какая-то часть игры, вы планируете ее, ну, фактически это у вас первый спринт, и если посмотреть на доску, то вот вам нужна, значит, ваша задача пройти несколько различных квестов. Да, вот тут есть два квеста, соответственно, remaining work измеряется в количестве монстров, которые вы должны найти, у них есть классификация какая-то, и вот эти задачи вы должны сделать, как только вы ее делаете, значит, да, там часть вашей игры заканчивается. При этом, по ходу дела, вы можете встречаться с драконами, и, соответственно, эти драконы, вам нужно, значит, соответственно, сражаться с ними и, в конце концов, убить. Ну, немножко смешно получается, да, вот роль тестировщика в этом процессе, значит, да, нужно убедиться в том, что дракон убит фактически, да. То есть, смотрите, да, значит, мы взяли совершенно процесс, который не имеет никакого отношения к разработке, да, и тоже смогли его поместить в Team Foundation Server, и я думаю, что если вот знатокам этой игры показать этот юзер-интерфейс, они очень легко поймут, как с этим работать и что с этим делать. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете в процессе задавать, потому что мы там уйдем с этой темы, пойдем дальше. Прямо поднимайте руку, я останавливаюсь. Ну, что дальше, давайте попробуем еще раз вернуться, дадим еще одну попытку, давайте в другом проекте. Понятно. А, вот, замечательно. Вот, смотрите, значит, мы видим доску, фактически это канбан доска. Ну, у меня в этом проекте не настроены итерации, не проставлены даты, поэтому не видно, что никакого прогресса, но видно, кстати, только канбан доску, которая показывает cumulative flow, который показывает количество разного типа рабочих элементов, которые здесь появляются. И мы можем настраивать колонки, то есть мы можем добавить новое состояние, например, у нас было active resolved, да, мы можем сделать какой-нибудь там… Давайте вот так вот. Дизайн, да. Ну, то есть на ходу у нас появляется новая колонка, дизайн, и отсюда можно сюда перемен... Ну, я немножко, так сказать, нелогично сделал последовательность, но неважно, да. Перемещать сюда, то есть надо тогда первое переименовать, и перемещать сюда можно. Эти вещи легко и непринужденно. Вы точно так же устанавливаете лимит для каждой колоночки, да, то есть, значит, у вас, допустим, есть аналитик, который, или там, в данном случае дизайнер, который там может справиться с меньшим количеством работы, поэтому ему нужно там лимит, например, меньше поставить, чем тестировщикам или разработчикам. И вот вы можете в процессе, если вы работаете по комбану, вы просто смотрите на эту доску и используете ее именно в работе больше ничего. До Update 2 это было невозможно, то есть возможно было только изменить лимиты, а вот таким образом прямо из юзер-интерфейса назначить колоночки не было такой возможности. Ну и коль скоро мы про Update 2 еще раз заговорили, то вернемся к предыдущему более красивому сайту. Есть такое понятие, появилось как work-item tagging, то есть вы можете фильтровать, например, по каким-то тегам, которые точно так же появляются здесь. Как вы их интерпретируете, это ваше дело, можете по категориям, по релизам, как угодно. Они назначаются на каждые work-item и, соответственно, по ним можно фильтровать, показывать и так далее и тому подобное. Так, ну хорошо, давайте вернемся к нашей презентации. Еще раз покажу более крупно, потому что могло там быть не видно. То есть настройка проекта включает состояние для конкретного какого-то типа work-item, оно переходит из различного состояния, это для бэклога, это для задач. И как только что мы видели, если мы используем совершенно другой процесс, значит у нас просто по-другому отображаются эти состояния в конфигурации, все это мы загружаем в Team Foundation Server. Что я еще не показал, давайте я немножко покажу вот что. Если посмотреть на шаблон, как он выглядит, вы можете шаблон скачать... Давайте вот как сделаем. Для Team Foundation Server предусмотрен такой менеджер шаблонов. Три шаблона поставляются по умолчанию, по этим шаблонам фактически делаются новые проекты. То есть когда вы создаете новый проект, он делается строго по этому шаблону. И в принципе вы можете сделать свой шаблон прямо вот на этом же уровне, и все новые проекты будут у вас сделаны по нему сразу. Вы, конечно, можете потом уже модифицировать work-item и внутри конкретно сделанного же проекта, но, наверное, если у вас какой-то там специальный процесс в вашей компании, имеет смысл сделать это заранее. Шаблоны можно загрузить в Team Foundation Server, можно выгрузить оттуда, и фактически, если их выгрузить, кстати, сейчас их теперь можно скачать отдельно на Майкрософте в виде вот ZIP, в котором они все представлены, и посмотреть на это в файловой системе, то выглядит это будет следующим образом. Ну вот давайте про драконов посмотрим. То есть это имеется совершенно четкая структура, которая показывает, то есть различные компоненты есть у Team Foundation Server, и для каждого из этих компонентов существует свое описание, как нужно его подготавливать. Ну понятно, есть описание просто общего шаблона, это XML, в котором разрисовано, как называется шаблон, какие там существуют категории и так далее. Как вы видите, Visual Studio показывает этот XML в более удобовариваемом виде, не в виде XML, потому что здесь стоит Power Tools, которые позволяют редактировать, соответственно, шаблоны, и вы можете в более удобовариваемом виде все это видеть. Если дальше посмотреть на файлы, то есть фактически, то есть вот нас сейчас интересует Work Item Tracking категория, здесь описаны категории, то есть что является Product Backlog Items, что входит в Backlog, что является багом, тоже XML файл, они все могут редактироваться как XML файлы. То есть у нас в данном случае в Requirements категории входят и драконы, и темницы, ровно как в скраме, это и баги, и Product Backlog Items. А, например, по умолчанию в CMMI баги не входят в Backlog, соответственно, они не присутствуют в Requirements категории. Там тоже другой процесс. Дальше существует описание типов, то есть это XML, которые описывают каждый тип Work Item. это было раньше. Также есть фолдер, в котором существуют подготовленные квери, которые появляются вновь в сделанном проекте. И вот эти вот Agile Configuration и Common Configuration, это два XML файла, которые описывают инструментарий по Agile управлению проектами. То есть вы эти файлы можете править. более того, вот где-то здесь вот фактически вот этот файл, описание, он говорит, при создании нового проекта, какие типы Work Itemов нужно сделать импорт им в Team Foundation Server, ну и так далее. Какие сделать Erie, какие назначить Permissions. В общем, очень много разных опций. Еще раз давайте визуализируем, что мы видели. Значит, есть Work Item Tracking, который позволяет, который состоит из настроек общих проектов и Agile Management Tool категории. Эти две части появились, они новые в 2012 сервере. Вот эти компоненты были просто немножко расширены. Вы можете при создании нового проекта сразу установить, что, допустим, у вас есть какие-то конкретные группы и дать им определенные Permissions для различных элементов проекта. Там на Erie, на Итерации сразу все это делается. Вы можете просто создать группы. Например, у нас принято в компании, когда создается новый проект, нужно обеспечить сразу возможность определенную категорию людей создавать баги. Чтобы человек пришел со стороны, не только тестировщик, не только член команды, а, например, там, из группы технической поддержки, люди могли зайти и сделать баг, создать баг через веб-интерфейс. И для этого сразу им даются привилегии прямо при создании проекта, чтобы потом уже это было единообразно. Соответственно, Erie и Интерации тоже создается по умолчанию какой-то набор. Понятно, что для Scrum это может быть один, для CMMI другой, для драконов совсем третий. То есть изначальный набор Erie и групп. Также хочу сказать, что, так как вы видели, что весь этот процесс, шаблон лежит в файлах, то если у вас в компании предусматриваются какие-то изменения, то вообще было бы хорошо относиться к этому, к изменениям подобным, как к исходному коду. То есть мы, например, храним эти файлы в source control реально, и при каких-то выходах новых версий шаблонов мы их меняем в source control, и у нас всегда есть история изменений, и мы в любой момент можем вынуть эти описания и переподложить в новый проект, в испорченный проект, если по какой-то причине потерялись описания. И LM Ranger сделали TFS процесс template customization guide, который, собственно говоря, собирает некоторые рекомендации о том, как правильно настраивать этот процесс. Он сейчас, по-моему, находится в состоянии бета, но, тем не менее, достаточно полезная вещь. Вы можете по этой ссылке сходить, скачать, посмотреть. Вообще кто-нибудь знает, кто такие LM Ranger? Один, два? Понятно. Значит, существует некоторая комьюнити вокруг группы разработчиков Microsoft, которые активно помогают, то есть они работают реально с… либо в каких-то… как правило, не сотрудники Microsoft, хотя среди них есть сотрудники Microsoft, очень много MVP, таких как я, и мы в своей повседневной жизни используем Team Foundation Server, встречаются какие-то там сложные моменты, и вот это все практические знания мы аккумулируем и выпускаем какие-то, как правило, гайденсы, какой-то небольшой инструментарий, который помогает повседневной жизни. То есть фактически любое руководство, оно основано на практическом опыте достаточно большой группы людей. И также у нас есть возможность очень тесно общаться с продуктовой группой, поэтому какие-то вопросы там внутренние, скажем так, мы лучше понимаем и быстрее на них реагируем. Давайте перейдем к следующему пункту, это как изменять веб-юай. Кто считает, что веб-интерфейс Team Foundation Server 2012 нельзя изменить? А кто считает, что можно? Кто видел описание хотя бы где-то того, как это сделать? Хорошо. Описание никто не видел, некоторое количество людей считает, что это можно. Вы правильно считаете, это можно сделать. Если вы внимательно будете смотреть, вы заметите, что Team Foundation Server сам в себе использует эти изменения. Для того, чтобы понять, зачем это нужно и что мы можем достичь изменениями веб-интерфейса, давайте посмотрим, как сама, небольшой ролик о том, как разработчики Team Foundation Server, как раз Agile Management Tools, используют Visual Studio. Да, что-то со звуком плохо. Но смысл в чем-то, здесь рассказывают о том, есть какие-то практики, которые вы должны при прохождении скрама обращать внимание. То есть правила, которые вы, если будете соблюдать, работа ваша будет эффективной. Одно из этих правил, конечно, использовать таскборд в процессе вашего daily скрам-митинга, при котором вы можете видеть, что происходит, какой у вас прогресс и так далее. Понятно, что существуют разные варианты. Я боюсь, что это проблемы из-за звука, из-за того, что у нас онлайн-трансляция идет, и, видимо, кто-то там еще машину кушает. Давайте, почему интересно, музыка идет, а звук нет. Смотрите, если у вас есть какая-то доска, неважно, электронная или неэлектронная, вы можете видеть, как меняется работа, и такое ощущение, что она уже долго очень стоит на одном месте. А, нет, хорошо. Что, все? Ну вот, смотрите, значит, так как звука у нас нет, я прокомментирую, что тут происходит. Команда, которая разрабатывает это GLTool, у них проходит делис. Ну, давайте, может, без звука, я так прокомментирую, да? Значит, вот стоит Scrum Master, с которого начинается весь процесс. Люди все стоят в коридорчике, не отвлекаются на e-mail'ы и смотрят на проекторе, как выглядит Scrum доска. Соответственно, то есть, здесь видны все их текущие задачи, что они делают, и они легко могут рассказать, поделиться со своими коллегами. Да, как вы знаете, на Scrum, на Daily Scrum, говорят, что сделано, что будете делать, есть ли какие-то препятствия. Люди по очереди будут сейчас меняться, каждый будет походить к проектору, фильтровать в верхней части таскборда будет, можно сделать фильтр по человеку, каждый член команды рассказывает, что он сделал, что он собирается сделать, даже можно здесь поменять состояние в процессе, и всем видно замечательно, что происходит, это очень занимает мало времени. То есть, нету двойной работы, не нужно вешать никакие бумажки на доску, можно прямо сразу показать, значит, из реальной жизни, что происходит, и все это видят. Круг, в конце концов, заканчивается, все проходят по кругу, и, соответственно, очень быстро рассказывают, укладываясь в 15 минут. Какие ключевые моменты здесь должны быть? Не нужно вдаваться в детали, потому что, если вы начнете уходить в какие-то детали, ваши конкретные задачи, всем остальным станет неинтересно, они потеряют фокус, и уже совершенно будет бесполезна для них трата времени. И в данном случае TeamFoundation Server очень сильно помогает это делать. Значит, в процессе, вот у нас, например, мы пошли дальше. Вы когда работаете, даже не на DLS-крайме, вам интересно видеть, команде интересно видеть, что вообще происходит в процессе. И мы в некоторых командах повесили там телевизоры на стену, на которых показывается эта доска, TaskBoard, и постоянно показывается, что же там происходит, какой прогресс, что поменялось. При этом есть такая проблема в TeamFoundation Server, что этот TaskBoard не меняется, потому что если что-то поменялось на сервере, нужно сделать рефреш, так это браузер, он по-другому не работает. И обратите внимание, когда закончится этот круг, скроммастер подойдет, и обязательно покажет Burundown, чтобы вся команда видела, что в результате, какой прогресс, как все хорошо идет. Так вот, у нас мы решили сделать более интерактивный процесс и для наглядности повесить это на стену и показывать. Для начала умельцы изобретали некоторые вещи, написали плагин к хрому, который рефрешит раз в сколько-то минут эту страничку, которая показывает TaskBoard. В принципе, тоже хорошее решение, но там все захардкожено, понятно, поэтому нужно что-то специальное поставить, и в массовом использовании это неупотребимо. Вот, давайте уже буквально несколько секунд, скроммастер, видите, подошел, круг закончился, и, соответственно, скроммастер сейчас просто покажет Burundown, и на этом все, в общем-то, закончится. То есть, очень эффективный прошел у них митинг. Так. Хорошо. Существует необходимость, кроме того, что вот, одна задача, которую я писал, как сделать так, чтобы доска сама по себе обновлялась. Дальше. В процессе выпуска, например, апдейтов Visual Studio самого, по-моему, во втором апдейте, нет, не во втором, в первом апдейте появилось новое введение. Все вы знаете, что в Source Control можно видеть через Web Access. И они там улучшили тул, который показывает дифференс между разными версиями какого-то исходного файла. Так вот, этот тул был тоже сделан в виде веб-контрола, который просто добавили на веб-сайт, и его можно легко потом подменить. То есть, на самом деле, веб-интерфейс достаточно модульный в Team Foundation сервере, просто Microsoft пока не особо разглашает того, как с этим работать. Тем не менее, это возможно. Это возможно, и давайте посмотрим, как это делается. Нам Visual Studio не понадобится. Значит, вот, например, мы смотрим на наш спринт, на нашу доску. То есть, вот она выглядит таким образом. Значит, если мы откроем настройки только сразу Team Foundation сервера, вы найдете такую закладочку Extensions. Это совершенно стандартная закладка, вы ее все можете увидеть у себя на сервере. Только проблема в том, что вот, когда вы скажете Install, вы не знаете, что сюда подложить. И, например, вот то, о чем говорил, контрол, который позволяет показывать в улучшенном варианте дифференса. Существует вот некоторый extension, который разработан моим коллегой. Он тоже MVP Visual Studio ILM. Потратил некоторое время и, честно, поработал с командой, чтобы сделать некоторое расширение, которое позволяет более эффективно показывать taskboard, доску задачи. Мы его сейчас поставили и включили. Что у нас теперь произошло? Тот же самый наш taskboard. Мы давайте сделаем ему refresh и заметим некоторые изменения, которые произошли. Во-первых, вы видите, здесь появились какие-то настройки. Мы можем включить и видеть это все в большем объеме. Можем включить авторефреш. Это означает, что каждые 30 секунд он будет рефрешиться сам. И если мы что-то поменяем с другого компьютера, здесь все отобразится. Очень интересная вещь, которая называется автоскролл. То есть я вот сейчас ничего не делаю. И вот если у меня доска большая, видите, ручки мои здесь, она постепенно скролируется до самого конца, а потом, значит, обратно. И если это висит на доске, на мониторе, очень удобно на это смотреть. Вы можете видеть, как, проходя мимо, что там меняется. Давайте отключим автоскролл. нам он сейчас не нужен. Очень интересная вещь. Например, вы можете видеть вместо имен людей, вы можете видеть их фотографии. Вы прям сразу, это очень удобно, вы понимаете, на кого назначена эта задача. А также еще, например, если у вас, например, задача заблокирована, вы можете сразу увидеть, что у нее поменялся цвет на доске. Всем видно, да? Тем самым, что мне нужно обратить внимание. То есть, давайте я выключу визуализацию. То есть, вы видите, да, что очень taskbar стал более удобным для использования. Его можно настроить. Значит, вы можете сами скачать это расширение. У меня в конце презентации будут ссылки на это. И, в общем-то, вы даже можете сами попытаться разобраться, как это устроено. В принципе, если вы посмотрите на это, вы увидите, что это на самом деле просто zip-файл, в котором есть, если его развернуть, есть некоторое XML-описание этого расширения. Вот оно описание. И несколько скриптов, которые позволяют, работают на клиентской стороне и позволяют использовать объектную модель Team Foundation Sphere для того, чтобы ее расширять. Вот. Ну, можете просто использовать как готовый инструмент, очень полезный. Так, 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 так. Интересная вещь. На ходу прям можно это выключить. Если я сейчас это выключу, то, соответственно, все просто исчезнет и, собственно, и как будто ничего не было. Все. Давайте дальше перейдем. обработка серверных событий. Ну, в процессе вашей работы иногда происходит нечто, что требует каких-то действий. Например, вы хотите автоматизировать свой процесс. К примеру, у вас четко есть политика. Если создается, не знаю, user story, то обязательно должно быть сделано там два таска или там один таск, там, да, сделать дизайн, протестировать или еще что-то. Или, например, по окончанию билда, по изменению его там build quality на там какой-то, его нужно задеплоить куда-то. Ну, то есть, очень много есть вещей. Как это сделать просто с TFS? Ну, конечно, в принципе, есть TFS notification service, alerting, и там могут быть даже сауп-алерты, и мы использовали, например, это для того, чтобы сделать какое-то наше приложение, связывающее TFS сервер с другой системой, которая отслеживает кейс-менеджмент с нашими заказчиками. И вы можете подписаться на alert и на любое изменение что-то сделать. Ну, это как бы только механизм, а вот просто взять и сделать невозможно. И поэтому возник очень, мне кажется, замечательный это community проект, который находится на кодплексе, все можно скачать как бинарники, так и исходные коды, которые позволяют сделать вот что. он позволяет повестить на Team Foundation Server некоторое расширение и написать обыкновенный workflow, такой же, как вы используете для описания билда, в принципе, и в этом workflow там уже сделано некоторое количество activities, которые позволяют вам как-то автоматизировать работу Team Foundation Server. то есть, например, у вас там поменялся какой-то work item, триггерится event, запускается workflow, и дальше вы чего-то с этим делаете. В этом пакете, который вы можете скачать, уже есть несколько готовых workflows, которые там имеют какое-то интересное значение, например, вы можете агрегировать состояние, объем работы, то есть, у вас есть таски, вы ставите remaining work, и автоматически это значение популируется на всех родителей. Именно проставляется в филдах, а не просто где-то показывается в отчетах. Какие-то уведомления в ваши сторонние системы, вот как я уже говорил, создание автоматического челдовых элементов, то есть, workflow, они достаточно наглядные, вы их можете открыть в Visual Studio, поправить, написать свои и так далее. Давайте посмотрим, как это сделано. Это достаточно просто. Если вы скачаете и развернете, у вас будет сетап, который нужно поставить на Team Foundation сервер, и уже примеры workflow, которые уже готовы к работе. Допустим, посмотрим на примере workflow добавления тасков. Это бинарники Team Foundation сервера, вы видите, после установки здесь появилось несколько дополнительных файлов, и фактически файл конфигурации, у меня, по-моему, был открыт, нет, не открыт, но давайте его откроем. Файл конфигурации, у меня раз комментарий, но только одна строчка, то есть на срабатывание события, что изменилось с workitem, будет запускаться workflow at task to user story. Как это работает? Мы возвращаемся обратно в наш Team Foundation сервер, и, например, давайте вот вообще вот здесь вот, мы делаем новый product backlog item, вот мы сделали его, давайте его откроем, посмотрим, видите, у него появился вдруг сам task, то есть появился task, который уже привязан к этому workitem, у него есть название task for user story, то есть это произошло автоматически без моего участия. Это все описано в этом workflow, и чтобы его редактировать, достаточно просто это сделать, мы можем просто сделать новый проект, новый проект, проект будет на C-Sharp, и этот проект будет workflow, просто activity library, просто делаем пустую library, и добавим туда, чтобы можно было посмотреть, этот примерный workflow. к сожалению, как бы тут не доведено все вообще просто до идеального состояния, но вот вам придется сделать самим проект, activity нам это не нужно, если мы добавим сюда этот существующий файл, так, нужно добавить кое-какие ссылки, потому что если мы сейчас откроем, workflow дизайнер не сможет загрузить, у него не хватает ссылок, чтобы посмотреть, какие ссылки, можно просто посмотреть исходный код самого этого workflow, то есть нам нужно assembly team foundation server, она безусловно есть у нас, так как мы находимся сейчас на сервере, да, давайте ее просто просто ее добавим, вот, мы даже не будем особо ее искать, мы сделаем вот таким вот хитрым образом, мы просто вот она, дальше нам нужна еще такая вот библиотека, она есть в принципе visual studio, давайте добавим ее чуть позже, и соответственно, также мы сделаем ну и конечно нам нужно добавить референс на саму библиотеку активности, которая нам пришла с инструментарием, который мы скачали, ну вот и все, давайте попробуем теперь открыть еще раз, вот у нас загружается workflow designer, вы видите в принципе в достаточно удобоваримом виде, как находятся все эти активности, то есть если поступает событие об изменении work item, дальше существует фильтр, я тебя чуть расширю, чтобы было видно, значит, если этот work item type user story или product work item, то тогда выполняется последовательность сделать task create new work item, change work item field, save и так далее, вот эти вот все активности, они находятся в этой библиотеке, вы когда скачиваете, они все вам доступны, и из этих активностей вы можете получать любые достаточно сложные комбинации последовательности действия, которые вам необходимы в вашем конкретном процессе. Наверное, все по этому поводу. Значит, тут я привел некоторый список полезных ресурсов, здесь есть ссылки и на проект CodePlex TFS Event Workflows, который мы только что видели, и на Guidance, безусловно, описание того, как менять свой процесс шаблонов, и вот этот блок моего коллеги MVP, который сделал замечательные экстеншены для TaskBoard. Ну и для тех, кто интересуется, вы можете прочитать, что такое игра про темницы и драконы. Если есть у вас вопросы, я готов на них ответить. Если у вас их не осталось сейчас, вы можете со мной связаться вот по этим адресам, либо зайти на сайт vstsblog.ru и там тоже есть моя контактная информация, вы можете со мной связаться. Какие вопросы? Да, пожалуйста. Вот сейчас, секундочку, можно? Возьмите, пожалуйста, вопрос. Микрофон. Да. Не получилось. В Team Foundation Service эти настройки сделать нельзя. Майкрософт умышленно не разрешает кастомизировать WorkItem и процесс. Объясню, почему. Это вполне резонно. Team Foundation Service, в отличие от OnPremise Server, меняется очень часто. Фактически каждые три недели. И если вы еще там что-то накастомизируете, то с каждым таким релизом команде придется очень сильно напрягаться для того, чтобы это все сочеталось. То есть Team Foundation Service не позволяет кастомизировать процесс, не позволяет понятно включать расширение. Кстати, в Team Foundation Service интеграция, вы видели вчера на Keynote, на пленарном докладе, еще на некоторых докладах, интеграция Azure, допустим, веб-сайт с Team Foundation Server. Когда вы делаете build, и у вас автоматом происходит дипломент в Azure. это тоже сделано при помощи веб-экстеншенов, которые там существуют. Еще вопросы? Еще вопросов нет. Хорошо, если вопросов нет, всем большое спасибо, появятся вопросы, задавайте. Я сейчас, что в течение какого-то времени буду стоять в гостевом доме Microsoft, и можно подойти туда и задать вопросы также там. Спасибо за внимание. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...